Новосибирская семья с ребенком-инвалидом получила от городских чиновников положенную по закону квартиру. Однако новоселы не рады. Отопления нет, горячей и холодной воды тоже. Опасная электропроводка и полная антисанитария. Мы здесь вот в одной комнате, сюда поставили диван, окна завешали тремя одеялами, чтобы не так сильно дуло. Спасаемся двумя обогревателями, но даже с ними в морозу очень холодно. Тут мы кушаем, тут мы спим. А туалет, санитарные условия? Это мы ходим на улицу, в общественный туалет, в платный. Ольга Лялина показывает журналистам УТС то, что уже несколько месяцев не хотят видеть городские чиновники. Обрезанные коммуникации, разбитые окна, холод, сырость и плесень. Эту квартиру они получили от мэрии Новосибирска по решению суда, как семья льготников, воспитывающая двух детей, где один ребенок инвалид. Вот у нас розовая справка о том, что у нас ребенок инвалидности, у нас ДЦП, эпилепсия, ребенок полностью лежачий, навыками самообслуживания не обладает. Вот решение суда и исполнительная листья о том, что должны выдать жилое помещение вне очереди, а также, что оно должно соответствовать нормам. Искупать ребенка невозможно. Приготовить еду тоже. Поэтому больную девочку Еву родители пока отвезли к бабушке. Младшая Василиса с утра до вечера ходит в ботинках и теплой одежде. В квартире всего 15 градусов тепла. Глава семейства сетует из-за обогревателей в любую минуту. Может произойти пожар. Бывает, что у нас бесперебойник стоит, он отключается сразу. Ну, соответственно, проводка не рассчитана на такое количество сейчас. Лялины посчитали, для капитального ремонта квартиры необходимо минимум 200 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. Все доходы уходят на лечение больного ребенка. Еще один важный момент. Он касается 181-го федерального закона о защите инвалидов. Чтобы попасть в семье с ребенком на третий этаж, здесь должны быть установлены пандусы. Их нет. И когда они появятся, пока неизвестно. Квартира предоставлена за счет бюджетных средств. Так написано в документах. Кто в таком случае отчитался за формальное отношение к исполнению решения суда? Этот вопрос в письме корреспонденту ТЭС адресовали в мэрию Новосибирска. Тем временем семья Лялиных еще раз обратилась в Управление по жилищным вопросам с просьбой решить проблему. Сочиня какого срока вытаскиваете заявление? Ну, у нас вообще по рекламе, думаю, 30 дней. Но если срочный вопрос, пожалуйста, переговарим с исполнителем. Короткий срок, и вы дам отлево. Спасибо. Для справки. За отказ от исполнения судебного решения или создания препятствий для его исполнения организацию могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей. А должностному лицу и вовсе грозит уголовная ответственность. Александр Куршев, Алексей Погодин. Новость ТЭС.